Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о представителе в классе легкий туристический эндуро от производителя Kawasaki. Встречайте, новый Versus X300 и это, возможно, самый интересный экземпляр в этом классе из представленных новинок в этом году. Versus X300 обладает всем необходимым для комфортных и длительных поездок. Это и высокое ветровое стекло, большой емкости топливный бак, задний багажник для кофра, спецованные колеса и длинноходная подвеска. Изюминкой является экономичный 296-кубовый двухцилиндровый двигатель, который обеспечивает более комфортную поездку по трассе, чем типичный мотор малокубатурных одностволок. Он также имеет шестиступенчатую коробку передач, которая поможет увеличить крейсерскую скорость, несмотря на малый объем двигателя. Двигателю Versus X300 от спортивной Ninja 300 и по оценкам производителей будет выдавать 39 лошадиных сил, что очень неплохо, как для малокубатурника. Снаряженная масса мотоцикла 170 кг, что не так уж и мало, но мы к этому уже привыкли, конкуренты весят примерно так же при меньшей мощности двигателя. Если перевести заявленные производителем 70 миль на галлон, расход мотоцикла должен составлять примерно 3,5 литра на 100 км, что дает нам запас хода при баке в 17 литров около 500 км. Спецованные колеса по достоинству оценят любители бездора. Хода подвески Kawasaki пока не озвучил. Все что известно на данный момент это размер колес, 19 передние и 17 задние, 41 мм вилка и относительно низкая высота мотоцикла по седлу для лучшей маневренности. Когда будут известны финальные цифры спецификаций подвески, мы будем видеть более полную картину по возможностям Versus X300. Но исходя из того, что мы можем видеть по видео, мотоцикл выглядит как полноценный турист и прекрасно будет себя чувствовать как на трассе, так и на проселочных дорогах или лесных тропках. С учетом всех перечисленных выше характеристик, Versus X300 должен быть идеальным в качестве первого мотоцикла для путешествий, а также для тех, кто не может позволить себе полносильный турист. Ведь ценник заявленный в Милане на новинку составляет 5,5 тысяч долларов, что относительно недорого на мое скромное субъективное мнение. Пожалуй это все, кому понравилось видео ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, какой бы вы хотели увидеть на обзоре мотоцикл следующий. Всем удачи, пока!